Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу EPLUS, соответственно, у нас аналитики говорят, что XRP формирует лунную модель, приносящую большую прибыль, поскольку более низких минимумов не наблюдается. Ну и, в принципе, демонстрирует признаки, могут сигнализировать о значительном изменении цены в будущем, и этому говорит уже ЭГОК, и на данном этапе говорит, избегает новых минимумов, ну и также 7-дневная МА находится выше цены. Также еще, однако, более долгосрочные 25-дневная и 99-дневная скользящие средние остаются стабильными, подтверждая, что общая тенденция остается неизменной, несмотря на недавнее падение. Это не просто реклама, а именно личная рекомендация. Досконально изучив и проверив платформу evoeth.io, я уже несколько недель получаю 3% прибыли ежедневно. От суммы вклада за счет транзакции в блокчейне эфира, не словом, а делом, с изначального вклада в 5000 долларов, моя инвестиция доросла до 6600 долларов, более 1600 баксов чистой прибыли за пару недель. Именно поэтому хочу посоветовать evoeth.io каждому, кто желает на долгое время обеспечить себя высоким пассивным доходом без рисков и человеческого фактора, потому что в evoeth.io все на 100% автоматизировано. Обеспечивается столь высокий суточный доход умной системой автостейкинга эфириума, где платформа владеет криптопулами. Столь эффективный стейкинг на базе эфириума позволяет получать от 3% в сутки за счет валидации транзакции в сети и получения за это повышенной комиссии, чем и занимается evoeth.io.io. Эфир сделан с расчетом на долгосрочную работу и, как показывает практика, он доказывает свои слова не словом, а делом. В данный момент в начале жизни проекта каждый желающий может инвестировать свои средства в стейкинг и получать стабильный суточный доход, забыв о финансовом вопросе на годы вперед. Вывод с платформы доступен в любой момент. Ссылка на проект evoeth.io в описании под роликом. Кроме того, индекс относительной силы RSI измеряет длину недавних изменений цен в зоне перепроданности со значениями 11.17 и 26.56. И низкий RSI показывает на то, что может приближаться к дну, хотя дно уже, блядь, было очевидно, соответственно, разворот тренда может быть в работе, ну, в процессе, наверное, да, параллели с предыдущими рыночными циклами. Но если сравнить 13.17 год, пережил значительный рост и подчеркнул, что в течение предыдущего цикла фундаментальные показатели улучшались, то, как рынок в целом в значительной степени игнорировал этот актив, хотя он показывал Exhibit тоже для тупорылых 20x, да, и похожая ситуация разворачивается, что Apple продолжает налаживать партнерские отношения, ну, и также там якобы победа и потенциально подготавливает почву для взрывного движения. Далее получается у нас то, что ведущий аналитик прогнозирует взрывной заряд, поднимет Exhibit до 33 долларов, ну, это, в принципе, уже адекватные цели, где-то он говорит, что для начала надо битку 65 тысяч, хотя Exhibit тут вообще не при чем-то, просто нужен перриф капитала, да, в Exhibit, и говорит, что пути Exhibit к более высоким целям, то есть сначала идет 1.34, 1.72, ну, и потом уже 3 доллара цели по получению прибыли, как вы понимаете, что еще фиксация прибыли варгируется от 5.31 до 13 долларов, ну, и, в принципе, первоначальная власть. Предложение это уже будет в 20 раз, но если на графике отмечена потенциальная цель 33 доллара, представляет собой 5387% по сравнению с текущей цитной, ну, то есть это где-то 50 иксов, как вы понимаете, может даже 60. XRP получает собственный документальный фильм, XRP Unleashed, по-моему, да, и киноигровая индустрия Fruition Production из Лос-Анджелеса объявила, ну, а я напоминаю, что XRP, ну, компания Ripple из Сан-Франциско, что выпуск документального фильма запланирован на ноябрь этого года, совпадение ли это, да, что на осень. Ожидание, что новый трейлер будет представлен примерно за неделю или две до официального запуска. Ожидается, проект поднимет шумиху после серьезного исследования, и компания взяла дело в свои руки, также будет доступна на платформах Amazon и Apple TV, ну, наверное, потому что скам, да, вот. Поэтому Amazon хотят портить себе репутацию, и Apple хочет портить себе репутацию, и Netflix, кстати, на Netflix они тоже выйдут, я напоминаю, то есть, наверное, потому что скам, и они хотят репутацию себе портить. Ну, блядь, ну, это такой бред ебаный, понимаете, то есть, ну, если даже после этого толпа скажет, вот, там, им просто проплатили и так далее, ну, блядь, ребят, такая хиняя, такие корпорации не будут рисковать своей репутацией ради, там, 7-минутного заработка, ну, как вы, например, да, вот, документальный фильм будет доступен во многих местах, чтобы зрители могли посмотреть его, который, по их мнению, имеет смысл, вот. Ну, и утверждают, что растет спрос на контент. Что касается Netflix, пояснилось, что сотрудничество с гигантом потокового вещания потребует привлечения множества посредников, которые, в конечном итоге, могут нанести ущерб проекту на пути к его завершению, хотя до этого, ну, говорили, что Netflix будет участвовать, ну, там будем посмотреть уже, они говорят сначала одно, потом другое, какие-нибудь громкие имена, ну, и в документальном фильме говорят, что не будет генерального директора, его исполнительные команды, они отказались принимать участие, согласно Frozen Production, однако команда, стоящая за документальным фильмом, взяла интервью у технического директора Дэвида Шварца, вот, я думаю, многие его знают, это создатель как раз-таки распределенной системы DLT, распределенного реестра, да, ну, и плюс, когда вы видите масштаб, что мы освещаем, я, на самом деле, их совсем не виню, сопротивление форме, требования, множество компромиссов, сюжетия, затем произвольное использование знаменитости, я не знаю, это тот же фильм, XRP Unleashed или это уже другой, но, в принципе, если будет два фильма, я не против. Интеграция XRP у нас улучшает криптоприложение Гарантия от BBVA, что это означает для турецких инвесторов криптовалюту, и, как вы понимаете, что это один из крупнейших банков Турции, расширил список цифровых активов, доступных в его сервисе цифрового кошелька, и также приложение банка поддерживает безопасную криптовалюту, торговлю, вернее, криптовалют, включая биткоин и эфириум, эфириум, ну и, как вы понимаете, что доступно до этого был биткоин, эфир, Avalanche, Chilis, я напоминаю, экосистема для фан-токенов USDC, ну и теперь еще и XRP добавили, ну, наверное, потому что скам, да, я напоминаю, что я вам говорил, что Турция один из главных китов, еще остальные два, это США и Южная Корея, вот, поэтому за это вовсе не переживайте, эта новость была, кстати, вчера. Еще интересный момент, если перейти на сам сайт BBVA, то он есть, получается, вот, эспаньолы есть у нас в Америке, то есть в Штатах, по поводу Турции также здесь указано, и самое интересное, что также еще Испания тут как-то завязана, то есть, ну, видимо, Испания тут тоже принимает участие, самое интересное. И вот еще интересный момент, то, что гарантия BBVA запускает в Турции биометрическую карту, что вы понимали, то есть биометрия добралась уже и до Турции, вы понимаете, и на данном этапе бесконтактные платежи уже в 10-м году были предоставлены, как вы понимаете, да, и, в принципе, подтвердил стремление Акбанка к лидерству в области технологий и инноваций и стремиться разрабатывать для своих клиентов и сектора. Ну и, как вы понимаете, также интегноциализирует фабрику искусственно интеллект для расширения ассортимента AI-фактор, да, и, как вы понимаете, планирует нанять 2700 специалистов в сфере технологий, и уже принял на работу 7187, и еще планирует нанимать. Вот, совпадение ли это, не думаю. Далее, еще один интересный момент, то, что, да, блядь, то, что получается гарантии у нас Digital Essence теперь предлагает хранение крипталют-клиентам на своей мобильной платформе, сука. И, как вы понимаете, доступно биткоин, эфир и USDC. Еще интересный момент, то, что огромный шаг от гарантии BBVA, добавлена поддержка еще альткоина, и это Avalanche, и это было 23 августа. Если перейти на официальный сайт, то, на самом деле, так оно и есть, и, как видите, действительно поддерживает. 3 июня это еще было для крипталют, теперь предполагают поддержку Avalanche Exchange для монет Avax, активно пользуется большим спросом в Турции. Совпадение ли это, не думаю. Поэтому я думаю, что данная крипталюта, а это CBDC крипталюта, будет дальше использоваться. Также еще она добавила, естественно, монету Чилиса, добавила она ее 2 июля, как вы понимаете, и это тоже не случайно. Если перейти в твиттер, то, как видите, здесь написано на испанском. Совпадение ли это, не думаю, да? И, как вы понимаете, то я не думаю, что это случайно. И в долгосрочной перспективе, как вы понимаете, все будет нормально. Если кто-то считает, что, соответственно, это фигня, то обратите внимание, что здесь 2 и 3 миллиона пользователей следят за этим банком. Еще интересный сайт от США. Получается, можно перейти, посмотреть, какие есть ивенты, подкасты, там у них есть награды и так далее. То есть, также у них есть вот эти вот перевозки, которые используются, также АИПЛ для вот этих там нефтяных перевозок, вот этими танкерами перевозят. Также еще стабильность и инвестиционные решения в банкинге, да? Ну и, в принципе, как вы понимаете, еще капитал маркетс там и так далее. Ну, то есть, множество других моментов, которые многие не учитывают, но это, наоборот, хорошо, потому что толпа на это не обращает внимания, ну а мы обратим. Ну и также Transaction Banking, как вы понимаете, клиенты используют разные каналы, в том числе Swift, как вы понимаете, по всему миру. Ну и присутствуют технологические разработки, являются неотъемлемой частью банковского обслуживания BBVA и приложения для самостоятельного создания доступны круглосуточно, как и крипта. Но также предлагают специализированные консультационные услуги, эксперты помогают клиентам рыночной возможности оптимизировать свою стратегию в любое время. Даже ролик есть на YouTube, Transaction Banking Solution, есть у них 50 тысяч подписчиков и, как видите, это тоже испанский канал. Вот, и, в принципе, также финансирование, международные финансовые институты и консультирование. Поэтому я считаю, что это тоже все не случайно. Еще интересный момент скинул участник закрытого клуба, Ванек, тебе привет, то, что есть на сайте Swift'a KYC Registry. То есть это говорит о чем? Что это Arrestor XRP, и, как вы понимаете, зная своего клиента, то есть уже 1,2 миллиона пользователей, я так понимаю, на сегодняшний день. Належащая проверка процедуры KYC имеет решающее значение для защиты финансовой системы. И Arrestor представляет собой защищенную глобальную платформу, предоставляющую распределенные поля данных типа документов, стандартизации, оптимизации сбора данных. 7 тысяч финансовых учреждений используют Arrest KYC Swift для публикации своих данных, и, признанным общепринятым стандартом, Arrestor был решен на корпоративных и небанковских финансовых учреждениях, чтобы посетить процесс KYC в сообществе. Контролируйте, кто может получить доступ к вашим данным. Да, ну и, как вы понимаете, что документы различного рода, руководство по заказу Arrestor, регистрация Arrestor, Arrestor корпорации, то есть будет все регистрироваться, и это всеобщая Arrestor KYC, для того, чтобы толпу подсадить на эту верификацию, ну и, как вам говорят, что все будет анонимно, естественно, как вы понимаете, анонимности никакой не будет, то есть, якобы, вот там, что вы сможете все контролировать, ну и, соответственно, все могут контролировать тот же банк и так далее. Ну, минусы, естественно, не описаны, да, то есть документы там, можно присоединиться и так далее, то есть на официальном сайте это все имеется. Интересно же, зачем, если все будет анонимно, вводите это. Вот, далее, получается, что еще интересный момент, 4 крипталюты, за которым стоит следить после новостей о Джексон Хоуле от Джерема Паула, я не знаю, что это за новость, но на данном этапе говорят нам, что биткоин, доллар стремительно растет, теперь отрицательный рост погоды, и типа для хранения биткоин, да, на хаях самое время, строить на BNB, вот, но BNB тоже на хаях, XRP объединяет мир, как вы понимаете, ну и на данном этапе, в принципе, еще ада кардана, как вы понимаете, обновление Chunk находится в процессе реализации, ну и, в принципе, аду XRP еще можно добирать, ну и то, как бы, под вопросом, потому что они уже отросли от дна, биткоин брать, и, соответственно, тут же там BNB, на хаях, ну это такое себе. Вот, и XRP сталкивается с трудностями у нас, и сможет ли она преодолеть. Надежный проект, куда я инвестировал свои личные 6600 долларов и до сих пор получаю отличные дивиденды, это evoyeth.io. Рекомендую попробовать даже на небольшую сумму и самим удостовериться в работе инновационной системы стейкинга, на основе которой заработать может даже ребенок. Ссылка в описании под роликом. И вырасти, соответственно, ну, как мы понимаем, что здесь технический анализ, нисходящий в этот канал, ну и, как вы понимаете, что пока что, типа, индикаторы показывают, что не может, ну, блядь, это все такое. Как вы понимаете, XRP Hellscare у нас постепенно стремится наверх, я бы переживать абсолютно не стал, потому что, блядь, ребят, ну дождитесь хотя бы, сука, полгода после хаулинга. Ну, вы даже полгода не высидели, но уже вы там жалуете, что вот там что-то не растет, неважно, это XRP или любая другая фонаментальная монета. Ну, как бы смешно это, конечно, слушать, потому что люди банально не могут высидеть полгода, не говоря уже там год-полтора после хаулинга, но поэтому они хотят, что типа хаулинг произошел и все, пиздец, полетело. Но не будет такого, понимаете, если вы хотите тут зарабатывать в долгую, то, естественно, и большие иксы вы хотите заработать, то вам придется откупать самое дно и ждать самый хай, понимаете. Ну, если вы не хотите ждать, ну, зарабатывайте 3 копейки и уходите. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем рэ.